Для новых подписчиков повторяю рецепт шикарного, пушистого, воздушного теста длина пирожки. Рассказываю все до мелочей для молодых хозяек, потому что сама когда-то не могла найти хороший рецепт. Теперь я его делюсь с удовольствием с вами. Нам понадобится для опары, если вы не уверены в своих дрожжах, обязательно делайте опару. Как она делается? Берете небольшое количество молока, примерно 100 мл, 150, примерно я всегда это наделаю на глаз. Добавляю туда кипяток, чтобы оно было слегка теплое, смотрите, чтобы оно не было горячее. Далее добавляю сахар, столовая ложка. Добавляю туда муки, ложку-две, перемешиваю. Сахар растворился, добавляю дрожжи, опять перемешиваю, накрываю и оставляю стоять, желательно в теплом месте. Вот такая опара получается через, если тепло, 20 минут. Далее опару я вылила, добавляю одно яйцо, и не говорите, что яйца не надо, одно яйцо, соль, одна чайная ложка. Если вы собираетесь тесто, вернее, уже пирожки кушать сразу, крахмал вам не нужен. Если вы хотите их еще на следующий день есть, делать как бы в запас, тогда добавьте одну ложку столовую крахмала. Я добавляю кукурузного, но значения не имеет, можно просто картофельного. Теперь смотрите по дрожжам. Если вы будете добавлять сырые дрожжи, что еще лучше? Тогда надо 12 грамм. Если будете добавлять сухие дрожжи, у меня они были просроченные, я была в них неуверена, я сделала опару. 7 грамм сухих дрожжей. Далее в общем количестве идет 150 миллилитров молока, 150 миллилитров воды. Для опары вы берете часть, а остальное оставляете, добавляете потом наше тесто. И все остальное, что я уже перечисляла. Теперь 570 грамм муки вы добавляете постепенно, не сразу. Перемешивается, добавляете ровно 570 грамм. Тесто должно постоять минут, опять же у кого какая температура, ну примерно около часа. Она должна один только раз подняться. Как оно у вас поднялось, все. Тесто достали на столе, два варианта. Второй вариант я показывала, как работать с маслом. И как с мукой. Я люблю с мукой, кто-то любит с маслом. Я и так и так делаю, уже показывала в предыдущем видео. Сейчас я делаю с мукой. Тесто получается очень воздушное. Я его делю на части. И потом беру каждый кусочек еще, как бы сворачиваю. Я показала, как это я делаю. Теперь накрываю. Можно накрыть полотенцем. Можно, как я. Оставляю тесто отдохнуть еще на 15 минут. От того, что вы выгнали лишний воздух, свернули его, дали возможность еще раз подняться. Вам даже не нужна будет каталка. Вы просто руками его растянете. Кто мне сейчас напишет, что мука горит. Я в предыдущем видео показывала и с мукой, и с маслом. Как я их закрываю? Показываю. Я просто защипляю. Начинаю типа плести. И кончик просто защипливаю. Получается очень красиво. Я уже показывала, что я их кладу на бумагу для выпечки. Здесь я не использовала ее. Я иногда использую, иногда не использую. Посмотрите, какие они получаются пышные.